Друзья, самопользуюсь и вам рекомендую. Вакуумный очиститель закупоренных пор вытягивает черные точки, комедоны, устраняет акне и сальные пробки. Стимулирует кровообращение в клетках кожи, обновляя их. Предотвращает повторное появление проблем с кожей. Для моих любимых подписчиков сделали скидку целых 50%. Успейте заказать, так как количество по такой цене ограничено. Ссылочка в описании под видео. За долгое время нахождения на телепроекте Марина Африкантова сменила большое количество парней. Девушка подбирает себе идеального мужчину, совершенно не собираясь за периметр. Помимо отношений с парнями, наша героиня успевает обзавестись подругами, часть из которых изначально были ее врагами. Буквально сегодня стало известно, что Марина Африкантова и Олеся Клочко подружились. Обе девушки написали в социальной сети короткие посты на тему дружбы. Еще совсем недавно они не переваривали друг друга на дух, однако спустя некоторое время отношения удалось наладить. Планы руководства шоу «Дом-2» изменились. На смену Ольги Бузовой нас решила отправиться Катя Жужа, по ее собственному утверждению. Ольга будет снова свободна и отправится домой в Москву. Многие фанаты телепроекта до сих пор в растерянности. Зачем организаторы вообще привозили Бузову на Сейшелы? Неужели ведущей просто захотелось недельку погреть косточки на пляже? И руководство проекта решило помочь ей в этом вопросе. Бывшая участница Ольга Рапунцель даже после ухода с проекта не перестает напоминать о себе подписчикам социальной сети. Чуть ли не каждый день наша героиня выходит в прямой эфир и делится со своими поклонниками новостями из личной жизни и планами на будущее. Не так давно стало известно, что Оля и Дима намерены приобрести автомобиль. Марку они пока не выбрали, однако твердо уверены, что больше не будут передвигаться по столице на такси и метро. Более того, в одном из прямых эфиров Ольга намекнула, что сам Сергей Зверев хотел с ней познакомиться в социальной сети, однако она не стала изменять Дмитрию. Также Рапунцель поделилась, что собирается пойти на курсы правильной речи в Останкино. По слухам, после получения такого образования, выпускники могут устроиться практически на любой телеканал. Оля призналась, что обязательно пройдет курсы по правильной речи и попадет на телевидение, ведь давно мечтает о карьере ведущей. Тата Абрамсон решила заняться своей фигурой. Девушка определилась, какой вид спорта поможет ей достичь идеальной формы. На страничке в своем микроблоге девушка опубликовала фото, на котором она изображена в спортивном зале напротив зеркала. Поклонники отметили, что Тата прекрасно выглядит, но сама же девушка поделилась, зеркало на самом деле заметно улучшает фигуру. Под публикацией развернулись бурные дискуссии. Некоторые посчитали, что девушка рановато начала заниматься спортом, рискуя остаться совсем без молока. Другие же, наоборот, активно ее поддержали. Если ждать окончания периода кормления, можно дойти до такой формы, что уже будет поздно реанимировать свою красоту. В прямом эфире журналу Дом-2 Мария Кахно рассказала, что теперь нуждается в сеансах массажа, так как у нее повреждена шея в результате драки с Сашей Черном. Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как Влад Кадони стал ведущим телепроекта. Молодой человек изначально был неуверенным и робким, однако сумел завоевать любовь зрителей своей манерой разбирать конфликты и решать сложные ситуации. Вот уже не первый год Кадони является полноценным ведущим проекта, однако в последнее время зрители крайне недовольны его поведением. Оказалось, что Влад стремительно теряет рейтинги, примерив на себя новый образ провокатора. Мужчина стал настолько наглым и бесцеремонным, что участники начали его побаиваться. Зрители прекрасно видят, как Кадони издевается над участниками, зачастую перебарщивая в оскорблениях. Исключением не стало и предстоящее субботнее ток-шоу в городских квартирах. Судя по анонсу эфира на 19 августа, Влад Кадони очередной раз показал себя не с лучшей стороны. Мужчина попытался сделать пародию на одного из участников, однако в итоге только оскорбил всех окружающих. Фанаты телепроекта отметили, что ведущему нужно быть более сдержанным и не бросаться дерзкими словами. По мнению поклонников поведения, Кадони – это полный провал. Парень не состоялся в качестве нормального ведущего. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.